приветствую всех зрителей сегодня у нас обзор на первый британский эсминец и это будет джервис который находится на 7 уровне если говорить вообще про данный эсминчик то конечно он был таким глотком свежего воздуха после пятерки и шестерки потому что как по мне на пятом и шестом уровне абсолютно проходные корабли без какого-либо тотального нагиба и вообще собственно какого-то фана и драйва а вот именно джервис очень даже понравился и так что же собственно в нем хорошая это джервис эсминец класса трайбал уже ворту воршипс такой эсминец есть это гаджа мада также находится на седьмом уровне только в паназиатской ветки по сути говоря эсминчики абсолютно похоже но единственное что там глубоководные торпеды здесь у нас самые что ни на есть обычные и так что в принципе джервис и хорошего во первых конечно у нас достаточно хороший главный калибр это три двухорудийные башни калибром 120 миллиметров здесь у нас 12 один километр стоковая дальность стрельбы 5 секунд перезарядка 18 секунд у нас поворот башен на 180 градусов и целых 10 процентов вероятность поджога с фугасом плюс задняя башня у нас поворачивается на 360 градусов что позволяет нам очень эффективно идти носом на противника и собственно быстренько менять стреляющий борт для всех орудий и в огневой мощи мы практически не теряем при перекладке орудий с одного борта на другой конечно когда мы давим носом плюс у нас достаточно хорошие углы обстрела с этих орудий так что с главным калибром тут все нормально плюс 120 миллиметров можно для уверенности сюда поставить инерционный взрыватель для того чтобы более лучше выбивать урон с противников конечно можно сюда поставить и усиленную огневую подготовку для того чтобы разогнать нашу дальность стрельбы до 15 километров но баллистика у нас скажем так похоже на американскую то есть баллистика не самое лучшее и поэтому попадать на 15 километров кого-то с этих орудий будет достаточно сложному разве что по стоячему или абсолютно рельсоходному линкору в остальном на такой дистанции орудия скорее всего будут абсолютно бесполезны а вот как раз то базовую огневую подготовку для того чтобы ускорить перезарядку наших орудий на полсекунды можно взять здесь она собственно лишней не будет следующее хорошее это конечно наше торпедное вооружение она представлена двумя пяти трубными торпедными аппаратами калибром 530 миллиметров дальность хода у нас 7 километров 59 узлов скорость целых две минуты перезарядка в стойке и 15 700 у нас урон с одной торпеды ну и конечно же торпедные аппараты у нас как и у всех британцев имеют потрудный пуск торпед поэтому это скажем так повышает наши возможности по борьбе с вражескими кораблями вот но единственное конечно что по минусам а это то что долго перезаряжаются двухминутная перезарядка это конечно достаточно такие круто и самое главное что надо учитывать особенно когда вы используете потрудный пуск торпед это то что торпедные аппараты начинают перезаряжаться тогда когда вы выпустили все торпеды из торпедного аппарата то есть до зарядки торпед здесь не предусмотрено и поэтому если в полу боя вы например из торпедного аппарата выпустили 4 торпеды то потом вас может ждать неприятный сюрприз вы выпускаете всего одну торпеду и все и все закончилось поэтому у меня такие ситуации были потому что это непривычно ты привыкаешь ты снимал торпеду и пошла перезарядка так что обратите на это внимание когда играете на британцах и следите за тем чтобы всегда торпедные аппараты все торпеды оттуда выходили и они успевали перезаряжаться далее что еще у кораблика есть пво абсолютно ни о чем здесь у него два километра два с половиной дальность разных ауры если их вообще можно так назвать 40 единиц урона и даже какой-то корректировщик или истребитель который остался от вражеского корабля сбить с этого пво очень сложно на скоростью на 36 узлов 590 метров радиус циркуляции 2 и 8 секунды перекладка рулей с модулем так что кораблик вполне маневренный по маскировке 6 и 3 километра у нас засвет кораблей 3 и 3 самолетов и 2 и 6 при выстреле из дымов но по маскировке здесь конечно не самые лучшие показатели 6 и 3 при том торпеды 7 километров и понятное дело что торпедное вооружение мы можем использовать либо тупо в борт или на встречных курсах того наше торпедное вооружение абсолютно неэффективно потому что торпеды не самые быстрые и дальность входа тоже небольшая то есть из инвиза мы их покидать по уходящему и даже практически параллельно идущему к нам кораблю про в общем достаточно сложно и можно сказать без вариант чем кораблик собственно понравился да он понравился как раз вот этим вот драйвом потому что из-за того что торпедное вооружение здесь можно применять только на встречных курсах я частенько на нем именно использовал тактику пикирования вы видели я забрал северную каролину и сейчас занимаюсь нормандии кстати надеюсь оценили точность французских линкоров уже который залп нормандия ни одного снаряда в меня не попал здесь конечно нормандия поступает абсолютно неправильно она зачем-то доворачивает на меня и собственно сейчас буду на нее пикировать и забирать ее при помощи торпедного вооружения в чем большой плюс потрубного пуска торпед это в том что когда например вы стоите в дымах а на вас идет какой-то корабль будь то линкор или крейсер при помощи потрубного пуска торпед наши 10 штук позволяют в нос забрать любой корабль который мы встречаем в бою здесь я потрубный пуск не использовал но если на вас корабль идет тупо носом то понятное дело смысла забирать его при помощи веера нет необходимо переключаться на потрубный пуск и все торпеды если вы правильно их скинули замечательно заходят по вражеским кораблям они собственно не оставляя им никаких шансов также стоит упомянуть конечно то что на данном эсминце есть гидроакустический поиск правда дальность у него обнаружения и кораблей торпед всего лишь три километра поэтому очень небольшой зазор например если вы хотите высветить противника в дымах то можно сказать дистанция засвета на грани пола ну а например против тех же немецких эсминцев там вообще без вариантов то есть у них габ работает дальше чем у вас и пытаться их задавливать в дымах именно при помощи габ абсолютно бесполезно другие эсминцы можно потому что у нас еще есть зазор в один километр но тоже надо очень осторожно и стараться идти по касательной то есть не тупо на них потому что этот один километр очень быстро вы съедите и вас уже просто-напросто засветят рентгеном также следует упомянуть здесь своеобразный британский дымогенератор всего лишь он ставит дымы в течение 10 секунд и работает в течение 40 секунд то есть вы из дымов практически не можете пострелять в основном я дымы на данном эсминце использовал либо для того чтобы поставить дымы и уйти если попал под фокус или второй вариант как в этом бою тупо пикирую на противника ставлю дымы уже практически на той дистанции когда он меня должен засветить и потом тупо стою в дымах стреляю по нему и надеюсь на то что он будет сейчас носом давить на дымы после этого конечно же торпедное пикирование и попытка забрать противника собственно вот таким вот образом я дымы использую конечно можно их поставить и немножко пострелять но за 40 секунд вы при лучшем раскладе успеете сделать все лишь 12 залпов хотя если будут вести с теми же поджогами то и благодаря там пожаром и какому-то прямому урону тоже можно домашку себе понабивать вот поэтому если говорить про джервиса то конечно вот именно этими пикированиями и врывы на вражеские линкоры он мне очень понравился напомнил он мне самое начало world of warships а когда можно было точно также на эсминцах врываться на линкоры но особенно это касается конечно же песочных уровней типа там 4 5 и великолепно их кружить накидывать торпеды и получать реальный такой драйв и адреналин в кровь от выполнения именно этих маневров и вот как раз джервис снова подарил эти классные ощущения так что кораблик мне однозначно понравился и вам тоже советую на нем поиграть сейчас видим результаты боя 90 тысяч это седьмой уровень вполне нормально урон и кстати следует также сказать про то что очень часто джервис попадает в топ то есть к пятеркам и шестеркам с девятками бои очень редко у меня были а